Субтитры создавал DimaTorzok Писали на обмен? Да Присаживайтесь Сюда-сюда-сюда Так, ну мы как раз общаемся вот по поводу вашей истории и по поводу вашего обмена Пообщаемся с вами? Да, конечно Меня зовут Владимир, я журналист Вы даете добровольное согласие на запись, публикацию нашей беседы? Да, даю Как зовут вас полностью? Меня зовут Архипов Артур Эдуардович 89-го года рождения Число месяца? 11.07 мая А откуда вы? Я от города Красноармейск, ныне Покровск Красноармейск, ныне Покровск Так, а за что вас осудили? Осудили за, ну, террористический, судили меня за участие в террористической организации Участие в террористической организации? Да Это какой именно организации? ДНР ДНР А что вы там делали конкретно? Проходил службу В шестнадцатом году В шестнадцатом году Сейчас я хочу посмотреть, как мы попадаем там с вами Да скажите, пожалуйста, а как вы туда попали на службу вообще? В четырнадцатом году сел в автобус и поехал в город Донецк И там у меня уже друзья проходили службу и поэтому я позвонил другу, узнал, где он находится и пошел по адресу То есть вы умышленно как бы это сделали? Вы хотели пойти в службу? Да, да, целенаправленно ехал туда Вы жили на неоккупированной части и целенаправленно поехали на оккупированную часть для того, чтобы вступить в ряды вот этих вот В Донецкой народной А зачем? Чем вы руководствовались? Ну, руководствовался, смотрел на убийства, которые происходят На какие именно? Ну, то, что по Донецку начали стрелять с артиллерией, мне это не понравилось А почему по Донецку начали стрелять с артиллерией? Анализировали вы эту историю или нет? Да, анализировал Ну, и чего эти люди потом пришли? Пришел к тому, что на тот момент в Донецке были митинги, а туда подтянули армию, не знаю для чего А армия со стороны России там была? Военная, я имею ввиду? Да, были, но мало людей было, инструктора, как правило, и все Мало? Остальное все были местные населения Ну, я пришел сначала, вообще там никого, русских там не было по сути А потом спустя там может полгода, чуть меньше, начали появляться Это когда вы именно пришли? Какие числа были? Пришел я туда в пятнадцатом году, а числа? Ну, после Нового года Вы думаете, яловайский котел произошел без участия российской армии? Ну, не знаю Вы интересовались этим? Нет, не интересовался Боиза Дебальцева там не была российская армия? Я там не был, я не могу утверждать Ну, я нет, я интересуюсь, или вы вообще интересовались этим? Я этими моментами не интересовался Скажите, пожалуйста, как вы думаете, если бы россияне вообще не заходили на... Да-да Как вы думаете, если бы Россия вообще не заходила на украинский Донбасс, что было бы? Ну, я думаю, силой подавили бы восстание и все В принципе, так, как это и бывает в любой стране, правда? Ну, почти, почти в любой Ну, в случае восстания имею в виду Ну, в жизни не все так просто Не все так просто, я пытаюсь понять Вот если бы сейчас, например, россияне бы поднялись и сказали, мы хотим Белгородскую Народную Республику Туда как раз через границу заходят украинцы, ну, немножко, немножко инструктора Немножко танков, да, немножко флагов украинских, немножко журналистов приехало, все это поснимало Немножко провели референдум, где немножко людей и немножко все это показали, да? И Россия берет и силой подавляет вот этот вот так называемый референдум и все вот эти вот позывы Как вы считаете, это нормально было бы? Ну, Чечня-то уже был прецедент на самом деле, Чечня, вот зачем Белгородскую область брать? Чечня тоже вставала за независимость свою, подавили Жестко подавили, да? Жестко, согласен, жестко Сколько населения Чечни тогда было? Не знаю, я в цифрах этих плаваю, поэтому не могу Не-не, около миллиона, я могу Ну, она и сейчас чуть больше миллиона, Чечня Небольшая Представляете, сколько надо было задействовать российской армией и сколько надо было задействовать чеченцев Для того, чтобы первую российско-чеченскую войну Чечня выиграла Это вся страна должна, вся Чечня должна была встать Все мужчины, а женщины и дети должны были подавать им патроны, правда? Да, согласен Это было желание самоопределиться? Да Что же Россия, если она такая хорошая, не дала им такого права? Не, ну я Россию не идеализирую Там есть тоже свои подводные камни, свои И как бы я не говорю, что там все идеально и хорошо и прям Прям живешь, как у Христа за пазухой Ничего себе, ничего себе не идеально Я хочу понять, Россия была права в там конфликте или нет? В Чечне? Да Я думаю, да Все-таки права? Конечно И Украина, свои, ну как вот Украина-государство, я понимаю, что права в принципе А, вы такие такой позиции? Не-не-не, я прекрасно понимаю, что происходит, я понимаю, что любое государство будет отстаивать свою целостность Ну, это весь нормально Не, ну я же пытаюсь понять мотивы вашей идеи За что вас осудили, да, во-первых? Почему вы это сделали? Мотивы какие? Вы, если взять, вернуться к началу вашей истории, что вы поехали туда Оглядываясь назад, понимая все, что происходит Вы бы еще раз так поступили? Ну, имея запасы знаний, которые сейчас имею, не знаю Именно Не знаю Давайте подумаем Я не могу сказать, что да И не могу сказать, что нет Это больше был Такой импульс просто Порыв Да, порыв Но вот сейчас надо Сейчас надо защитить Да По Донецку стреляют, значит Донецк надо защитить Да Ну, вы на тот момент не думали, что если бы в Донецке не проходили сепаратистские движения, то по нему бы никто не стрелял? Ну, сепаратистские... Я... У нас всю дорогу как бы там были настроения пророссийские Всю дорогу, ну, мы... Вы знаете, я вам могу привести достаточное количество жителей Донецка, которые бы с вами не согласились У меня вот здесь знакомый, бывший ЗСУшник, у него, по-моему, звезда, он отошник У него... Не, не, не звезда Ну, храбрости там, не знаю, как что Ну, орден Медаль Да, за храбрость Он воевал, получается, против меня Не знаю Ну, нормально у него все Ну, как бы мы с ним общаемся, и он говорит, что, ну, блин, да, типа Типа, ну, типа, мы не правы Ну, опять же же ЗСУшник вам говорит, что мы не правы А, вы не правы Что, ну, опять же же, а как же самоопределение народа? Там же ж не было еще, ну, это Крым, я вот, ну, Крым, да, там зашли Смотрите, у нас с вами очень получается Расширенно и рассеянно Идея, идея, я просто боюсь потерять нить Значит, вы, в принципе, за Россию против Чечни Потому что, ну, вы за государственное, да, вот это все движение То есть государство имеет право Украина тоже здесь права в этом конфликте, да, потому что Украина как государство имеет право защищать свои территории Да Хотя здесь Все верно Немножко неточная аналогия с Чечней, ну, ладно, это не суть дела И все-таки вы склоняетесь к тому, и все-таки у вас еще остаются какие-то сомнения по поводу того, что вы бы поехали все-таки делать то, что вы делали? Потому что много знакомых погибло там Такие здесь много знакомых Я опираюсь на то, что я имею, какой багаж И те, которые, ну, трудности А знакомые почему погибли? От чего погибли? Ну, тройка друзей у меня погибло, просто ехали в автобусе Друзья Три друга Они работали в Донецке Они не принимали участие нигде, даже в митингах они не участвовали Я понял, понял И прилет, все А вы не слышали никогда свидетельства людей из того же Донецка, которые утверждают, что Россия била, например, по Донецку? Мы сейчас обобщаем Донецк, да? Нет, не слышал я такого Я могу поставить, послушать Я уверен, что такого масса, я уверен, что Там просто, просто вот есть видео, вот житель Донецка прям снимает, выходит, говорит, вот, слушайте, вот, говорит, выход, вот, приход А украинцы далеко стоят, этого быть не может Ну, то есть, сами валят Есть даже видео, где Моторола просто валит над, по-моему, не Донецк, какой-то другой город, а может и Донецк, не помню точно, или Макеевка Тоже просто берет и так вот валит по жилым домам, не видели такого видео? Не, не смотрел Ну, видите, вот эти вот ликбезы, их долго проводить Но я просто думаю, что если бы вы немножко глобальнее бы еще ознакомились с этой информацией о происходящем И о зверствах, в частности, российской армии там И о том, что она зашла туда совсем не инструкторами, а так нормально, и с тяжелой техникой И с градами, и со всем остальным Может быть, у вас еще бы больше изменилось бы мнение об этом? О том, что стоило бы туда ехать бы вам, рисковать своей жизнью, да? Ну, много чего поменялось, на самом деле Что? Мне стало 34 годика, а я уже по-другому смотрю на мир По-другому, да? Да А было вам годиков 29? 25 25 даже? Да А, ну да 9 лет Да, 9 лет Время летит, да? Уже не 8 Ну, где вы были 8 лет, знаете? 8 лет? Да Не, ну, я там прослужил не так уж и много Я вернулся потом опять на подконтрольную территорию Украины О! Это другая часть истории, Ваня Да Давайте коснемся того, что вы там вообще видели, пока служили С кем общались, в каких боевых действиях принимали участие? В боевых действиях я не принимал участие, там как раз закрывался дебальцевский котел и приказ был ни в коем случае не стрелять в сторону противника Вплоть до того, что садили на бувну, то есть в яму, наказывали нас за это А вы хотели, да? Поубивать людей? Да нет, у нас до противника стояло 7 километров разграничения, как бы и никто, ни у кого не было там такой прыти по поводу там порезать, пострелять А чем вы занимались конкретно? Вы там на миномете стали или вы стрелок? Не, я стрелок Просто стрелок? Да Да Да, ну на 7 километров в Сакане особо и постреляешь Согласен А дальше? Блок-пост, обыкновенный блок-пост, работа гаишник это по сути Но вы посмотрите, на всякий случай, бои по дебальцева, очень много материалов Увы Конкретно российских войск, российских технических, даже вообще уже никто не скрывал Увы, связи у меня нет, посмотрите Я так не говорю сейчас, знаете, на данный момент уже и, может это уже и не столько существенно Тогда надо было немножко поинтересоваться Ну да, уже роль не поменяет уже Уже сути не изменят, срок вы уже получите сколько лет? 12 лет 12 лет? Да Так у вас, наверное, не одна эта статья У меня еще 113-я Дойдем до 113-й Давайте дальше Дебальцева, бои за Дебальцева Дальше что? Все утихает? Да Чем вы занимаетесь? Занимался, ну я же говорю, стоял на блок-посту, там Работа гаишника, проверка документов, проверка багажника А вы как гаишники были в штатах? Нет Ага, понял И все, в принципе, ну и езда на полигоны учили В принципе все Потом я получил травму и уволился А какую травму? Нет, током ударило и обожгу руку Куда это вы полезли, что-то ремонтировать? За кабель схватился Это был порыв души такой? Не, я не знал, что он под напряжением А захотелось проверить? Получается нечаянно, ну нечаянно мизинчиком задел его Ага А что за кабель? Высоковольтный оказался, да И уволился Пытался жить в Донецке мирной жизнью Нормально долбануло так, да? Да Порядочно, да? Прям Прям настолько серьезно, да ого А что это было? Расскажите про ощущения Не всех било высоковольтными проводами Шесть тысяч Это как мне потом уже электрик сказал Там шесть тысяч идет Ну такое ощущение Привкус металла во рту Прям алюминиевую ложку грыз И в глазах темнело Ну сознание не теряло В глазах просто потемнело Такие искорки в глазах сыпались И тело сжималось И все прям сжималось Когда вы дотронулись мизинчиком Судорога пошла по всему телу? Ну даже не судорога, оно Ну как, трухануло? Не, сжало Прям вот сжало Сжало так Ну вы дотронулись и все, да? То есть Моментом, да Контакт Секундный Да Понятно В общем в глазах потемнело А потом послевело А потом, да Ребята стоят, смотрят на меня Шарашенными глазами У меня футболка горит сбоку Это секундное дело было Понятно Ну и А какие Визуальные последствия этой травмы были? Ну только шрамы и все Только шрам До сих пор остался шрам? Да Рука Ага, то есть Руку прямо обожгло получается, да? Да Ну так не видно ничего? А, видно все Вот ожог видно, да Стандартный ожог И в связи с этим вы ее уволились? Да Так, а как же потом вы переехали на подконтрольную украинскую территорию? Через СБУ. Я связался с СБУ, потому что я понимал, что если я вернусь назад, это вопрос времени, как ко мне придут гости спецслужбы. А зачем вам это было нужно? Почему вы не остались там? Не было возможности жить там, нигде, ни за что. Мне кажется, вы сейчас занимаетесь какой-то дискредитацией Чепушилина. Смотрите, вы туда приехали, фактически за них воевали, были готовы отдать жизнь, рисковали ЕЮ. Получили травму, вы же не где-то там на улице, правильно? Вы же, я так понимаю, службу несли тогда, когда вы пришли? Ну тогда еще да. Да. У вас, если можно так выразиться, производственная травма, вас должны поставить на довольствие, выплачивать вам, вылечить вас, во-первых, предоставить вам какое-то жилье. Ну, они вылечили меня. Ну, а что жилье они предоставили? Ну, жилье в общежитии только было и все. А, ну вы в общежитии не хотели? В общежитии не хотели. Не хотели. А какие-то выплачивали пособия вам? Ну, денег никаких вообще. Ну, они же хорошие ребята, они должны были бы. Просто если бы вы служили в ССУ, да, и что-нибудь такое произошло, то, конечно, вам бы выплачивали какие-то пенсии, пособия и все такое прочее. Служил я не там. Может, конечно, они большие, но тем не менее это было бы. Не, я просто о том, что вот пришли эти все люди в Донецкую область, да, вы можете сказать, что хорошего они туда принесли по сравнению с Украиной? Ну, на тот момент, когда я там находился, кардинально ничего не поменялось. В принципе, кроме флагов ничего не поменялось, а? Знаете, с вами бы не согласились многие люди, которые работали на предприятиях, на шахтах, фанаты футбола с вами бы не согласились бы. Да вообще, какой сферы жизни не коснись, с вами бы во многом мы не согласились. Потому что жизнь не изменилась, на самом-то деле. Но я жил... Вы помните Донецк 12-го года? Конечно. Он такой был, как сейчас? Ну, война шла. Конечно, он не может быть таким. Вы знаете, я сколько просматривал видео с Донецка, визуально он-то не особо изменился. Что было от Украины, то и осталось. Нового, конечно, ничего не построили. Дороги, какие были, такие остались. Где я побила дороги, там побила. Ну, собственно говоря, и все. Я не это имею в виду. Я имею в виду взаимоотношения людей, свобода слова, работа у людей. Все сферы социальной жизни. Думаете, сейчас Донецк такой же, как в 12-м году был? Думаю, да. Кроме того, что людей еще на улице бегают, ловят и отправляют воевать. Это если я того еще не брать во внимание. Как вы думаете, все жители Донецка, например, Донецкой области, хотели бы повоевать? За всех я отвечать не могу. Ну да. Но явно, что не все. Думаю, да. Я думаю, украинцы тоже не все хотят воевать. Не все хотят воевать. Да, но просто смысл в том, что Украина-то вообще-то могла бы и не воевать, если бы Россия не вторглась. То есть нас ставят перед фактом, вариантов нет. А там, в Донецке, жил себе студент какой-нибудь. Он еще студентом даже не был. Он только там в 16-м году стал им, этим студентом. И вот приходит 22-й год. Он себе учился, он какой-то айтишник, он сидит себе дома. Ему не надо была Россия, он ее никогда не звал, никогда не хотел. Он, наоборот, человек свободных взглядов, который хочет жить в нормальном демократическом обществе. Ездить по Европе без виз. Ну, как мы это делаем. И вот тут вот приходит Россия и говорит, нет, ты должен нас любить, а следовательно возьми автомат и пойди повоюй. Вот так это выглядит там. И это никому не нужно. Да. Если Украина права, как вы говорите, то тем более никому не нужно. То есть, если бы Россия туда не зашла, как вы правильно говорите, подавили бы вот эти вот сепаратистские проявления, как это произошло в Днепре или в Харькове, и все. Дальше живется страна и живет. Люди живут. Все нормально. Ну, так или не так? Ну, в чем-то я с вами согласен, в чем-то и не совсем. А вот не совсем. Во-первых, когда мы задумывали ДНР, ну, так называемый ДНР, это... Больше всего мне здесь нравится, мы задумывали. Ну-ну. Ну, да, мы. Я явно не задумывал эту историю. Ну-ну-ну. Никто об отсоединении на сразу не говорил. Вы просто никогда не видели бюллетеней голосования. А когда вот пошли... У меня бюллетеней на референдуме? Почему он не видел? Что на них было написано? Да не, я не помню, если честно. Если бы вы... Я не помню. Не только их видели, но как бы еще и прочитали, то вы бы увидели. И это везде в сети, вы других просто не найдете. Вы за то, чтобы остаться в Украине или за независимость? Да? Нет? Все. Никаких вопросов автономии на этих так называемых референдумах не ставилось. И то, что все, практически без исключения все об этом не знают, говорит о том, что вы на этих референдумах никогда не присутствовали вообще. Вас приняли это решение. Ну, ты, кстати, вот по поводу референдума, вот еще один толчок, почему я пошел служить. Город Покровск, 11 мая, 14-й, по-моему, вот. Приехали добрые ребята с флагами Украины, и вот у меня в центре города, ну, да, я согласен, он там не имел права трогать это оружие, там, руками ковыряться до него. Ну, достаточно с приклада в зубы щелкнуть разочек, и человек, выпивший, посыпется. Один убитый, другой без ноги. Так, а что было? Ну, я же, вы так говорите, я согласен, не надо было трогать. Я же ничего не понял. Что было? Проходил референдум, ну, то есть было большое скопление людей в центре города. Вот прямо в центре города это произошло. Подождите, подождите, подождите. Когда я говорю так называемый референдум или псевдореферендум, там, который... Это одно. Когда мы говорим о неоккупированной части... Это неоккупированная была. Неоккупированная часть территории Украины, правильно. Кто давал санкцию на этот референдум? Вы понимаете вообще, что согласно Конституции Украины, вопросы территориальной целостности решаются только через всеукраинский референдум. Это еще длительный процесс, пока этот всеукраинский... Он был назначен? Нет, конечно. То, что они делали, это противозаконно? Так они не участвовали в этом референдуме. Ну, если скопление людей, я могу подойти в скопление людей? То есть я не нарушаю закон этим? Нет. Просто этим нет. Ну вот. Может, вы вообще зевака хотите встретить? Совершенно верно. И вот человек, несколько из этих людей увидели оружие, зашли в центр города, заехало пару машин от приватбанка, ну, надпись была приватбанка. Зашли люди с оружием полностью в экипировке. Начали оцеплять горсовет. Могу ошибаться, может быть, не горсовет, но там у нас все, это рядышком, там все эти админздания. Начали его оцеплять. Ну и кричать, короче, стрелять в воздух. Так. Ну, так разгоняют толпу. Да. Верно. Почему разгоняют в центре города, может, демократическое государство? С чего вдруг разгоняют? То есть есть зачинщики, есть люди, которые занимаются референдумом. Они, то есть, если им дали санкцию, ну, дали разрешение правительства наше. Так не давали? Это батальон, как они, Днепр один, по-моему, представленный. Не, я имею в виду тем людям, которые якобы пытались провести референдум. Санкции такой не было. Ну, я не за людей, я за людей с автоматами, потому что референдумы люди с автоматами, это уже разные вещи. Я согласен, что там референдум, ну, допустим, был незаконный, ну, со стороны Украины, это понятно. А ребята с автоматами начали стрелять в центре города. Вот, я глянул на это, человека убили, жизни лишили. Хотя достаточно было зубы дать ему и закинуть туда, вот там, БВД у нас недалеко. Нет, так это превышение мер необходимых, там, для задержания преступника и для предотвращения преступления, это стандартная практика в разных странах. Ну, то есть, это не какой-то прям такой вопиющий случай. Да, это не правильно. Но такие люди, как вы сами говорите, тоже с вами здесь присутствуют, во-первых. Ну, если человек из ЗСУ, значит, его за что-то такое закрыли. Подобное, да, то есть, ну, это раз. И два, Покровск после этого восемь лет относительно нормально жил. Вот в чем дело. Так, вот, ну, вот так. Хорошо, а почему тогда, когда... Точно так же, в принципе, Майдан. Почему там нельзя было применять тогда? Там можно применять оружие, ну, чтобы нормально жить, а там нельзя было ни в коем случае. Потому что на Майдане не поднимался антиконституционный вопрос. На Майдане люди действовали в рамках закона, в рамках правила. Поливая коктейли молотого бойцов Веркута? Не, не, подожди. Смотрите, я понимаю, вам это сейчас прям вот дико сейчас все будет звучать, да? Но давайте все-таки немножко успокоимся, выдохнем, да? И все-таки вернемся к этому вопросу, чтобы его не перелистнуть. Я две секунды, вот буквально по марку. А вы представляете, в какой-нибудь Германии или во Франции, чтобы бойцов спецподразделения обливали напалмом? Смотря при каких условиях. Я же хочу до этого дойти. Я смотрю в Германии, как они действуют. Резиновые пули и полетели сразу. Они не церемонятся. Монополия есть у кого? Только у государства на применение силы. Конечно, конечно. Давайте дойдем до этого. Ну да, это мы далеко запрыгнули. Я просто про тот референдум и то, что происходило на Майдане. Значит, на этом референдуме поднимается антиконституционный, не просто противозаконный, антиконституционный вопрос от соединения или какой-то изменения территориальной целостности Украины. То есть там у государства есть полная безоговорочная монополия власти на применение силы, безусловно. Что происходит на Майдане? Давайте с вами возьмем Майдан с самого начала. Это что, сразу же бегущие беркута, горящие и злые какие-то люди, бросающие в них коктейли? Нет. Давайте возьмем начало. Давайте. С чего он начался? Побили, по-моему, студентов. Там были не только студенты. Но да, основная масса была студентами. Так, верно. Чего их побили? Вы можете себе представить в Германии студентов, мирно вышедших, куда-нибудь там под Бундестаг, с каким-то протестом, и тут выбегают маски-шоу и начинают их тягать по асфальту и избивать дубинками, что рядом стоят журналисты и фиксируют. Можете себе представить такое в Германии? Ну, в Германии нет. А где? Во Франции могу представить. Чего это вдруг? Правда, потом большие всплески будут уволнений, но представить могу. Ну, давайте. Вот почему я против таких всегда примеров. Аналогии. Потому что аналогии всегда недостаточно точные, можно сказать, что угодно. Давайте так спросим. Действия беркутов были, и не только беркутов, были законными или нет? Ну, в какое время? Когда мы с... Про студентов. Про студентов? Блин. Я могу тоже, опять-таки, это видео включить. Опять же, я не видел, что они говорили, что они... Почему они... Давайте представим себе. Вызвали к себе применение силы. Да. По сути, там они ничего такого страшного, они и заявляли. Веру. По-моему, что-то по поводу стипендий, да, там у них... Я не помню даже суть момента, почему они вышли в демонстрацию, это устроили там. Вы меня сейчас ставите немножко в тупик, потому что я тоже не помню точно, основно, что они заявляли, и поэтому не... Боюсь ошибиться, да. Но смысл в том, что они имели право на это. То есть они ничего противозаконного точно там не заявляли. И даже если они заявляли за... И даже если они выступали, в принципе, с чего все и началось, за подписание торговой ассоциации с Евросоюзом, в этом тоже нет ничего противозаконного. Что они... Вообще зачем вот такое количество этих беркутов было туда согнано? И зачем они вообще начали этот разгон? Не знаю, чтобы картинку не портить, наверное, разогнали его. Это было, ну... Боюсь с точностью, да наоборот, чтобы создать картинку. По-моему, это была грамотная провокация. Так, чем? Ну, не знаю, расшатывать ситуацию. Американцы? М? Американцев? Ну, Лавров не приезжал, по-моему, на Майдан. Приезжала Нуланд. Да, но он приезжал, и что? Ну, я считаю, что, когда идут такие волнения в стране, ни одна, вообще ни одна страна не имеет права, вот тем более такого поста поставить, ну, человек, занимающий такой пост, прилетать, поддерживать одну из сторон. Почему? Тем более... Почему? Да. Ну, это прямая поддержка, это означает прямую поддержку. То есть, как это у нас, ну, как у нас говорят, духу добавляет. У американцев, не знаю, кому там что, духу добавляют, у американцев есть такая штука, они всегда за демократию, за демократические ценности. То есть, вот, начиная с этих студентов, да, с которыми мы так и не закончили, люди за какие-то демократические ценности. Это в Ираке тоже была демократия, да? Я не понимаю... Вы сильно пытались прыгнуть, то Германия, Германия, Франция, то теперь Ирак, еще что-нибудь. Нет, демократия, это, ну, свобода слова, право выражать свое мнение, которое, которую как раз и пытались вот эти вот Беркута и прибить. В чем была основная их ошибка? Если бы они этого не сделали, то, возможно, бы дальнейших волнений, в принципе, бы и не было бы. Именно это вот избиение, оно действительно было такое впечатление, что если бы, знаете, кто-то какой-то режиссер-сценарист сделал постановку, да, для того, чтобы вызвать максимум негодования в обществе, то надо было бы все сделать именно вот так, как они сделали. Потому что, действительно, лупили по пять человек, ну, вы же видели, хорошо вооруженные, хорошо экипированные, кидают одного какого-то пацаненка и начинают вот дубасить дубинками просто, блин. Потом тягают их по асфальту туда-сюда, бьют. Те абсолютно безоружные, абсолютно беззащитные. И все это стоят, снимают со стороны. Как вы думаете, это вызвало в обществе всплеск? Вызвало. Так кому это было нужно? Кому? И зачем? Американцам? Так, получается, американцы беркутов тогда подговорили, чтобы они это все сделали? Не знаю. Ну, вот такая получается. Не могу, не могу это же. Да, потому что, ну, действительно, да, приехали, не заявили о поддержке демократии, поговорили, побеседовали, пожарили руки и уехали. А вот Россия аннексировала Крым. Это, как бы, по-моему, поболее, пострашнее действие. Потому что Америка у нас ничего не забрала. Такие вот они. Ну да. Ну, вы же понимаете, я не могу все уговорить здесь, действительно, как я считаю. Чем больше вы, короче, сейчас свою пророссийскую позицию, свою веру в русский мир и все такое прочее, тем больше шансов, что они вас на обмен заберут. Вот мы же для этого и беседуем. Они сейчас послушают, увидят, наш мальчик. И скажут, надо его забрать, срочно. Мне еще тут жить какое-то время. Тут? Да. Так вас уже осудили за это. Вы уже больше за это не получите. Ну, то есть. А, вы имеете в виду внутренние взаимоотношения? Ну, конечно. Не все в вашей позиции? Да я, не то, что не все, единицы. На единице все-таки есть. Ну, есть человек по такой же статье осужденный. Да. Есть. Да, их. Какое-то количество есть. Да, их единиц. Не, ну я знаю, какое здесь количество. Не, на самом деле есть человек, который осужден по моей статье. Ну, не по моей, но рядышком, там 111, по-моему. Но судьба мента нет, он совсем противоположный. Вы хотите сказать, что... Не вы хотите сказать, вы хотите сказать, что он говорит о том, что его типа незаконно осудили? Он на самом деле про украинский взгляд? Нет, он говорит, как раз все законно. Поступок у него был плохой, но он за украинский прапор. А, вот он что. Да. А, ну то есть, есть, есть случаи. Такие, есть, у меня был один студент. На легкие деньги повелся и все. Да, 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 да. Потом они, конечно, говорят о том, что они не хотели и не знали, но надо же думать, от кого ты деньги получаешь. Не может же просто так тебе левый человек через сеть кинуть деньги за то, что что-то сфотографируешь. Такая примерно история? Ну да. Ну, я с ним пообщаюсь отдельно. Так, 113 статья. Через 15-го. Замок на диверсию. Замок на диверсию. Покушение на диверсию. Мы же для... Да, покушение на диверсию. Эти, чтобы вас там... О, вот тоже. Что вы покушались там? Ну, общался я в ВКонтакте. Это уже, я был на подконтрольной территории Украины. Общался в ВКонтакте. О, кстати, прошу прощения, реально. Вы СБУшникам позвонили, они вам говорят, что, приезжай? Да. Все нормально будет? Да. Ну, не с СБУшниками, а с не волонтером, как это... Ну, с девушкой, она не в СБУ была, ну, с девушкой общался, она, говорит, типа, занималась этими моментами, переправляла людей оттуда. Угу. Нет, ну вы просто сказали через СБУ. Да, воспользовался я программой «Тебя жду дома». Есть такая... Была такая программа, сейчас, по-моему, нет уже. А там прописывались в этой программе лица, которые брали участие в незаконных вооруженных формированиях? По-моему, они не подпадали. По 200... Меня тогда осудили по 260-й. У вас сразу же осудили, правильно? Буквально там в течение трех месяцев, может, четыре. А что вам дали? Два года условно. Два года условно, да. Понятно. А сейчас, когда вас уже сейчас закрыли? Когда вас закрыли? Это меня закрыли 20-го года. В 20-м году? Да. Ага. В 20-м году. В 20-м году вам уже вменили 111-ю и 113-ю? 111-ю у меня нету. 113-я, 258-я и 263-я. Так, а каким образом вы на диверсию покушались? Человек со мной пообщался в ВКонтакте, поназывал там пару позывных. Я утвердился, что этот человек действительно с Донецка. И он говорит, типа, не хочешь денег заработать, там, с точки А в точку Б. Точка Б это была, скажи, электроопора. Электроопора. Перенести груз. Ну, там, я так вкратце рассказываю, перенести груз и позвонить по номеру. Что, доставил? Да. А что за груз? Ну, груз оказалась бомба. Тратил, не, не тратил гигзоген. Сколько килограмм? Грамм? По-моему, 700 грамм. 700 грамм? Да. Ну, я могу ошибаться в цифре. Вы, должно быть, уже интересовались, что можно разнести с 700 граммами гигзогена? Не, не интересовался. Гигзогена никогда, даже в руках его не держал. Потом вам не было интересно, что вы могли бы учудить? Я представляю, что я 700 грамм тратила взорвал. Я представляю, что такой гигзоген посерьезнее, по-моему. Так, а 700 грамм тратила, что можно взорвать? Ну, взорвать не знаю, но меня на высоте, примерно, как мы сейчас находимся, а взрывали мы там внизу 700 этих грамм, меня аж подкинуло. Все, мы легли так. Меня аж всему его подкинуло. Взрывная волна была сияла. Что вы взрывали? Ничего, просто заложили. С тратилом что вы взрывали? Ничего, просто заложили его и взорвали его. Это у вас забава такая была, что ли? Ну, не знаю, просто взводный решил, а давайте попробуем. Ага, эксперимент? Хрен на себе. Взводный тоже недюжего ума. Ну-ну. Ну вот. Отнес. Ну как отнес? Взял в руки и меня лицом в пол положили. Вы прибыли туда, к этому? Нет, нет. Нет, просто взяли в руки. Ну, нормально. Нормально. Как думаете, это наша спецоперация была? Думаю, да. По выявлению как раз вот... Направлены, да, кто способен. Как думаете, это нормально? Это правильно? Так надо делать? Не совсем. Почему? Ну, изначально они знали мой психологический портрет. Так. Они все прекрасно знали, поведусь я, соглашусь, не соглашусь. Правильно. И провоцировать человека на преступление. Это же самое, что, к примеру, голодному человеку положить конфету и сказать, не трогай. Но смотрите, на эти вещи можно смотреть с двух сторон. С вашей стороны, может быть, вы и правильно говорите. Это 20-й год. Да. То есть я, 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 голодный. Да. Но дело в том, что мы в состоянии АТО все равно находимся, да? Ну да. Или что уже на тот момент было? ООС, по-моему. ООС. Операция объединенных сил. Да. То есть мы все равно в неком состоянии войны находимся. У нас есть подозрительные персонажи, которые в любой момент могут помочь врагу. Да. И я уверен, что я сейчас не про вас конкретно говорю. Но с позиции наших спецслужб, в случае полномасштабного вторжения, да, такие, как вы, берут и начинают сдавать позиции, наводить на части военные вооруженных сил Украины. И подобные вещи нехорошие делать. Так вот, для того, чтобы предупредить подобные вещи, понимая ваш психологический портрет, но не зная до конца, будете ли вы сотрудничать с врагом или нет, они берут и делают вот такую вот схемку простенькую. Вы перевоспитались, вы поняли или вы не поняли до сих пор, где вы находитесь, что это отдельное государство, что не надо никакой России помогать и даже денежку таким образом зарабатывать не надо. И вы не проходите этот тест. Поэтому я хотел бы поблагодарить службу безопасности Украины за их подобные действия, потому что это очень важно, это очень круто. И все опять-таки должны понимать, кто подобными вещами занимается или ведется на какие-то подобные предложения, что ответственность будет. Ответственность будет, и ответственность это тяжелое и очень неприятное. Но я не думаю, что вам приятно сейчас. Мне неприятно. 12 лет. Четвертый сижу. Ну вот. Так, а еще одна статья? 258-ая это участие, 263-я это само оружие, все. А, это имеется в виду 263-я, то есть там имеется в виду предметом является сам этот дексидент. Да. Все, понятно. Так, понятно. Ну в целом, а что у вас, семья есть? Нет уже. Вы были женаты? Ну у меня был гражданский брак, расстались. А, ну детей не было? Были. Вижу, вам не сильно хочется. Нет. Сына уже нету, поэтому не хочется. Это на неоккупированной части? Да, она здесь где-то живет, где-то в Украине. Сын, просто спрошу. Умер. Не в результате военной. Я вам могу сказать. Ну, какова жизнь, иншаллах. Я не знаю, конечно, как на это смотрит ислам, но мне почему-то кажется, что когда мужчина занимается своей семьей, а не херней, то шансов у его детей выжить больше и стать порядочными людьми. Аси воля Аллаха. Ну, если так нет, смотри туда. Только он знает. Да, вы обратитесь в ту сторону, пусть вас, ну, скажите, я вот такой-то, такой-то прошу забрать меня на обмен. Я Архипов Артур Эдуардович, служил в воинской части 08-805. Прошу меня забрать на обмен. Все. Думаю. Направим. Все, можно идти? Да, конечно. Можете даже звать следующего, если он есть. Хорошо. Вы украинский разговариваете? Да. Ну, я могу и украинский, и суржик. Ну, мне суржиком удобнее. Удобнее, как вам удобнее, так и говорить. Доброе. У меня запитание главное. Вы на обмен писали, что ли? А, нет? Нет. А, ну, короче, все, тогда в таком случае. Вы не хотите на обмен? Нет, конечно. Все. У меня вся семья в ЗСУУУЮ, и в Киеве обмен. Что вы тут делаете? Да, я, ну, зробил глупость, я этого не тридцал, я дурочок. Ну, я знаю, что я оцежу своих 5-4 и пиду домой. А, таким чином, короче. У меня брат після ЗСУУУ став инструктором в ДШБ. Доброе. Давайте, знаете, как вас звати? Валентин. Валентин. У меня Володимир. Я знаю. Да. Давайте с вами так сделаем. Я вам поясню суть, а вы скажете свою думку. Якщо ми, як ви, відверто кажете, так, щиро, як кажете, дурочок, да? Якщо ми зараз запишемо відео про вашу історію, коротке, да? Для того, щоб інші, може, такі, як ви, подивилися і не зробили того, що зробили ви. Давай. Ви не проти? Да, давайте. Тобто ви даєте доброю згоду на записи в публікацію. Добре. Тоді представтесь повністю, як вас звати. Ліпінський Валентин Васильович. Дата народження? 01.03.1999, місто Бердичев. Бердичев? Да. Город євреїв. Колись був? Ну, і зараз... Здебільшого, да? Зараз, ну, в нас... Багато лишилось? Ні. Хасідів багато, євреїв небагато. Ну, іменно стариков. А хасідів дуже багато. Вони, якраз на моїй часті району, в них там свідки, як городок. І вони скупляють у нас недвіжмість. В них там ж єврейське кладбіще, де їхній цацик похований. І вони там вокруг нього все скупляють. Поліклініку даже викупили. Це ще один після Умані, чи що? Да. Тобто в Умані у них похований якийсь світейний, в Бердичеві так? Да, там вони дуже часто. Ну, не в такому калічної приїжджають, але вони приїжджають дуже часто. Вони там якраз... Ось кладбіще. Вони зробили мост через все, кладбіще, щоб до нього було удобно йти не по болоті. Напроті, викупили територію, викупили центральну поліклініку собі під гостинницю. Збоку зробили гостинницю. І там ще далі ще одну собі стріпають. Центральної поліклініки в місті немає? Районної немає. Її переносять. Ну, ладно. Це місцева влада, хай вирішують. Сподіваюсь, воно на краще. Що трапилось? Чому ви тут? За фотографій. Ну, що сфотографував воєнну частину. Як це сталося? Мені написав... Ну, він написав Ігнат, але я думаю, що це не його настояще ім'я. Що він там від знакомого, з яким ми там були в місті колись в правому секторі. Що він хоче, щоб я приїхав в гості до нього, бо він в Росію їхав. Ну, я відказувався. А потім він мені щось написав, типу, чи змож сфоткати воєнну частину. Так, давайте. Чекай, чекай, чекай. В Росію поїхав якийсь знайомий? Так. Давно. А звідки ви його знали? Ми в правому секторі в місті були. Я волонтерно там був. Ви були волонтером в правому секторі? Який рік? Десь 14... Ні, після революції. Десь 15-16. А він в правому секторі що робив? Він в нас був, зараз вам скажу, заміститель голови, а як... Я не помню, як правильно по документам це в нас було. Але він саме був в правому секторі в добровольчому корпусі? Так. Ні, в нас... Чи в політичній... В політичний. В нас називався правий сектор група Хорти. І за це він зараз сидить в Росії. Група Хорта? Хорти. Хорти. І за це його зараз там і посадили за екстремізм. Та, його в Росії посадили за екстремізм? Так. А чого він туди поїхав? Коротше, яка в нас ситуація була? Ми тут приїжджаємо на аеропорт, мали гуманітарку забирати. І в нас в машині знаходять дві гранати. І з десяти можливих експертіст, щоб узнати, чи там є відпечатки, чи ще щось, їх просто унічтожили. Все. В який аеропорт приїхав? Тут, вже біля Житомира. Це коли було? Десь 16-17 в Одесі. Так. Вас тоді розпочали якусь кримінальну справу? Ні. Ми чисто волонтерами, свідітелями проходили по ділу. Так. А до чого тут до мого запитання? А що, йому в Україні дали 43 года за зберігання зброї, і він за цього втік тоді в Росію. А в Польщу не можна було втікти? Я не знаю, спочатку він втік в Молдаві. Ну не знаю, куди завгодно. Ні, спочатку він втік в Молдаві, а чи він поїхав в Росію, ну, цього я не можу вам сказати. Ага. І скільки він там отримав, знаєш? Чотири годи. Тобто краще було б все ж таки в Україні сидіти. Три годи отзадів тут і пішов додому. І вітогі, ну, що зараз просто немає цього, що не видають на Україну. А так би зараз, якби не було повного масштабної війни, він би отзадів там, приїхав, його б отправили сюди і ще посадили б тут, а на три. І вітогі сім. Вместо трьох. Погано в людини з математикою сталося. Так, тут не то, що з математикою, тут з логікою біда. Що таке три роки? Я вже з'яжу два з половиною, це отак в ухі нема. Так два з половиною, це він вже виходив би. Тому що якщо три роки, то він би поудово вийшов, я думаю, через два роки-три місяці десь приблизно. Саме головне – роботить. Роботить, ну, нікуди не ліс і все. Живи собі тихо, щоб тебе ніхто не знав, в тебе все в житті не получиться. Так, ну, я так розумію, по вашому терміну, відсидки, що ви ще до повномасштабного вторгнення щось відкали. Так, так. Це ще більше, ніж за рік до повномасштабної вірлі. А він вже був у СІЗО, коли вам написав? Ні. Ні, так це не він. Так, він вже сидів тоді. Це мені написав цей, Ігнат цей. Це я щось тоді з головою не подумав. Ігнат – це хто? Це оце, що мені написав, що з фоткайчасть. Я думал, вам написал цей пацан, который был в правом секторе, которого там закрыли. Нет, это написал, что его знакомый, а потом я узнал, что он сидел уже. Он как вышло. Его закрыли там, из него дистали всю информацию, которая была, он дав ваш контактный номер, какой-то ФСБшник вам написал. Правильно я понимаю? Это Игнат представился. Вы его лично не знали? Типа, я знакомый такого-то, ты не можешь там нам фотку військовой частини сделать? Да. Ваши думки в цей момент? Честно, я, ну, то, что я фоткал, я вообще этого не отрицаю. Я просто, что, мне что-то потом дошло, я, ну, я осознавал, что за это могут посадить. Ну, чекайте, он гроши пропонувал за это? Да. Сколько? В общей сложности. Да там по-разному, за цего, за парковку он сколько мне тут, 600-700 гривен скинул сразу. Так, за что еще? За забор тоже, за КП. За КП не помню, честно. Вот честно, я за стики времени уже. КП військовой частины? Да. Что еще? Все. А что еще фоткали? Забор, парковку и общежики. Ну, новострои, где мы працювали. Бо я працював в военных частях у нас по області. Локації питав він, адреси. Ні, так. Самое смешное вообще... Як, це він шо, эстет? Я вам скажу більше. Він мені обясняв, куди їхати, бо я знаю название, ну, як в нас називаються в месте, а не знаю, як називаються ця вулиця, коли її переймінували. І він мені каже, з'їзди туда, а я не понимаю, где это. Хотя я всю жизнь прожив в Бридичеве. І він мені шо об'ясняє, де це. Я, шо, намагаюсь з'ясувати у вас, то це... Чи не запідозрили ви часом чогось, коли він до вас звернувся по цій ході? Я вже потом уже... А зразу? Ні, вначалі я думав, що це реально, що, ну, вони там якісь общі знакомі, він просто хоче, щоб я там з Ігорем пообщався. Я даже і не знав про те, що Ігор сидить уже. Та нєт, а при чому здесь Ігор до фотки? Ну, шо знець, до общення? За фотки мені якось в кінці я вже поняв, що, во-первых, нафиг це було йому надо, якщо ти просто знакомий. І потім мені вже дошло до голови, коли він пише, що я сотрудник ФСБ, давайте посправдіщать. Я поняв, що ми приїхали. Вже потім він вам після того, як ви скинули фотки, пише, я сотрудник ФСБ, давай сотрудничать. Так. Ну, і ви такий, і шо? Тьфі, все. Ви більше йому нічого написали? Що ви, як ви йому відповіли? В Телеграмі? Він, во-первых, він саме... Що ви йому відповіли? Ні, я йому казав, що я далі, бо він там казав, що приїдь до нас, на цього, на учобу, я йому казав, ні, все. І далі вони там теж просили фотографії, просив з'їздити до нас на полігон ССО, як там ССОшники треніруються, слідить за командіром часті. Ні, 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 все, давай, до свідання. Ну, куди? Що я за командіром часті не бігав. Так, ви, звісно, дали трошки. Так, ну, я не отрицаю того, що я дуречок. Я розумію, що на що воно мені треба було, а от з однієї сторони, попавши в це місце, я вийняв набагато більше. Щоб на волі, походу, не зрозумів би. За цих самих 8 років. І плюсів тут, якщо ти з голови, ти виймеш набагато більше, і ти розумієш, що краще робити, і куди все ще не власить. Ви маєте на увазі, що 4 стіни сприяють тому, щоб сісти і подумати, так, якби? Так, набагато. Або обмежений простір, або... На СІЗО, от я тобі скажу, ти понімаєш все десь в теченні місяця. Ти понімаєш, чого ти зробив це не так. Ти, ну, ще не будеш понімати, що з тобою буде, але ти вже починаєш перевозмислювати все, і що якось надо жити по-другому. Суть перевиховання панініціарної системи. Мало хто вам про таке розповість. Ну, воно реально помагається. Тобто до вас ніхто не приходить і вам нічого не говорить. Вас просто закрили, і ви просто можете сидіти і такий... Да, трохи я не той. Я вам скажу, за місяць мені адвокатша задовбувалась приносити кетратки. Я у всіх повністю, що в нас з сотрудників адміністрації на етажі, забрав повністю всі ручки. Я їх міняв накапав, бо я дуже багато писав. Я оце кажу... Книгу написали вже? Ні, я просто писав. Ви викладали свої думки, аналізували, да? Да. Щоб самому собі щось розібратися, якби. Ну, я скажу, що історія у вас така, що тут багато і не напишеш. Та, ні. От ми з вами спілкуємось, хвилин, мабуть, сім, я не знаю. Ви все зрозуміли. Ну, да, мені з вами було інтересно пообіщатися, і за цього я і хотів зайти. А ви мене знали ще? Ну, звичайно. Ага. І за вертольот ми дивилися, як ви з цим льотчиком розказували. Це Дмитро Миколаївич. Це не я. Ну, з вашого канала. Так. 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 А як вас викрили? А я не знаю за це. Ага. Ну, за це нічого не можу сказати. Хотя, як я поняв, ну, імно по тому, що тоді вкратце читав матеріали діла, що як тільки він мені написав в перший раз, оце в той день і началось вести діло в СБУ в Затомлі. Знаєте, на обмін ви не хочете? Ні, звичайно. І слава Богам, що ви не хочете. Навіки слава. Так. І слава Україні. Героям слава. А є смисіл туди їхати? Ну, от вони там вже будуть сидіти, розказують, що в них все в житті получиться, вони поїдуть на обмін, у них все буде хорошо. Даже, якщо ти поїдеш, тебе наші ЗСУшенки туди в полі, ну, потолок прикопаюють. Все. Вони ж не розуміють, що їм тут сидіти безпечніше, ніж їхати. Так, а вони... Їм же ж дадуть автомати, відправлять їх воювати. В них у всіх політика, що я поїду, в мене все буде хорошо. Вони думаю, що їх там зустріли. Під Авдєєвкою теж за неділю скільки? 7 тисяч легло? В них все в житті хорошо. Ладно, це інша тема трохи. Суть в тому, що... Вони хочуть просто, я скажу іменно так, вони хочуть уйти от свого срока. Все. Просто покинуть своє наказання. У вас п'ять років, правильно? Ні, в мене вісім. Вісім. Мені п'ять і чотири осталось. П'ять і чотири осталось. Так. Ну це якщо до повного. Так. А у них які тут строка? Десять, двінацять. І вище. Десять, двінацять. Ну щойно був перед вами дванадцять років. Так, Артур. Так. Ну я з ним спілкувався, він наче... Та ні. Знаєте, він плюс-мінус притомний. Це він з вами так просто об'якається. Він просто понімає, що в нього можуть бути послідствія. Він мені так і сказав. Я всього не можу говорити, бо в мене будуть... А так він за русський мір. Всі, що зараз після мене зайдуть, вони мені тільки що за це саме розказували. Я не знаю, як він за русський мір. Він не може цього обґрунтувати. Він, ну як там об'ясняв на Камбузі, що при Росії в них все було хорошо. Все. А, ну я його спитав, що в Донецьку стало краще. Ні ж було при Україні. Він не сказав нічого, що стало краще. Сказав, що все і залишилося так, як є. Я його попросив порівняти Донецьку 12-го року і 19-го року. Ну і там же сам трохи підрозказав різницю. Як вони на днях розказували? В нас в таксі з'явилися карточки. До шо ви говорите? Да, капець! Або як вони тролейбуси в Маріуполі відкривають. Хоча був дуже красивий город, поки туди деякі облюдки не зайшли. І з дуже вкусними абрикосами. Хороший город, так. Там якраз був за два тижні до повномасштабного. У мене бабушкіну вулицю зрівнялися зі мною там. Вообще всю. А в тетки тільки вдома забору стався. Що ще? Хто тут самий упоротий? Про російські інваліні? А зараз цей забув. Зайде зараз? Зараз зайде? Ні, ну я можу сказати, щоб зараз зайшов. Ні, не треба. Хай там кого приводуть, то опору. Танкіст Денеровіц. Танкіст? Так. Який не знає, як виглядить карта України. Не знає, як виглядить? Ну, по його розказам він її б вону в житті ніколи не бачить. Чи як це ви зрозуміли? Або людина розказує, що Донецьк, Луганск, це всю жизнь була Росія. Ну, тобто, ти прожив більше 30 років і ти не разу не бачив карту України? Ні, але він може там історично це якось обґрунтовує. Вони ж є імперці, совкодрочери там різні. Ні, він це обґрунтовує так, що ми всю жизнь були в Росії. А, він навіть не зрозумів просто, такі теж є. Та, так, у вас самих на каналі дуже багато інтересних таких персонажей. Так, так, вистачає. Коротше, понятно, да? Він воював просто за... Так, він... Це, блін, з глядачам це майже і не цікаво, я скажу так. Я не знаю, не пишіть в коментарях, но ви ж розумієте, що фактично оці колаборанти, які воювали на стороні там так званих ДНР, ЛНР, це фактично ті самі полонені з ДНР. В нього, взагалі, друга історія. Він накурився в селі і перепутав сторону, куди йти. Так, у них половини така історія. Там ж наркомани, алконафти і всякий непотріб, який тільки може бути. Ну, як він казав, що я накурився і просто обійшов не в ту сторону. Ну, нічого, поспілкуємося. Може, що щось цікаве від себе скажете, розкажете? Ну, я завітую тим, кому хтось щось пише, що подумай два раза. Внімательно подумай, чи воно того стоїть. Ти ці гроші зможеш, ну, зараз беремо чисто в плані фінансів, ти ці гроші зможеш заробити. Зараз піди на любу стройку. Зараз на стройку ти получиш тисячу доларів, взагалі, чисто подсобником. Людина, яка нічого не вміє. Ну, так. Якщо ти підеш, ну, зараз є робота. Нема роботи тільки в того, хто її не хоче знайти. Є людина, яка буде сидіти, а правда, в десього нема роботи, мені тяжко. Подивись, що ти ділиєш не так. А вони зараз, як оця дівочка, який пеже дали, вона думає, що її поміняють. Ти нікому там даром не треба. Дівочка, який дали пеже, це хто? Тож якась там українка, що пеже дали по 111. Це нагадай мені. А я не знаю цього. Хтось сказав, що дивилися за нею, по телевізору казали, що по житті не дали. 21 год, вроді, Саша, казав. Звідки вона? Я не знаю, це тільки що мені казали. Ладно, все, добре, це ми з'ясуємо. Давай експеримент. Кажіть. Звернись до себе, до того до себе, три роки тому назад. І скажи, що б ти сказав самому собі? Я б сначала сказав би самому собі, що в тебе беременна жінка, і що ти робиш? Нужно було подумати сначала головою про последствия, які вилюються в кінці. І що ти розумієш, що да, з однієї сторони ти потеряв все, багато що поняв, але з іншої сторони, життя тобі обратно цих вісім літ не отмотаєш. І воно того не стоїть. Сиди собі, лучше піти волонтером, не вмієш воювати, йди чимось, помагай. Не вмієш помагати, сиди з закритим ротом і не розказуй, що о, вам там тяжко. Дай Бог хлопці це поранше закінчать своїми силами. І, главное, такого більше не робить. Ти зрозумів би сам себе? Так. Так? У тебе воює сім'я? Так, у мене всі сім'я воює. У мене брат інструктор в ДШБ після Ізюма став. Цього. Дядька, ну його зараз, сюди до нас більше. Поближче перекинули після контузій. У мене, ну, вся сім'я воює. У мене кріосному, більше десь місяця назад, дядька, другий, бо він, як це правильно, не воєнно об'язаний, але стоїть в резерві як водитель. То вони їм воду там, їду привозили напереду. А так до мене вся сім'я б шла воювати. А дружина шо? Нічого. Дома сидить. З дочку. Дікає? Ні. Я скажу з одної сторони, я про це не жалюю взагалі. Я знаю, що в мене є лучший друг, який мене жде і буде ждати. В мене з нею було часто сори за те, що ти виграджуєш його. Вона і є лучший друг? Ні. В мене є лучший друг, з яким ми з 24 живущих, 21 в місті. І оце я понімаю, що в мене є мама, сестра, брат, дві сестри. Це рідні. Двою рідні ждуть. І я понімаю, що в мене є друг, який мені в плані спілкування замінить жінку. Так, ну, дурачок зробив глупість. Я цього не отрицаю. Я понімаю, що я сам в цьому винуватий. Я не виню в цьому нікому. Дитину ж він за тебе не виховує, твій друг, правда? Не допоможе їй? Тут я з вами згоден. Я понімаю, що, як мені жінка каже, що захочеш, будеш спілкуватися. Я понімаю, що поки я вийду, в мене дитина вже в другий клас піде. Ну, і назад я нічого не поміняю. Так що сидіти за цього самого себе морально вбивати. Лучше вийти і поняти, як зробити дитині жість кращу. Згоден. Так, щоб твоїм родичам не було за тебе соромно, я хочу сказати, підкреслити, що ти хоча б визнав. Та, я це першой. Ти хоча б визнав, і все розумієш. І, ну, давай тоді подякуємо Службі безпеки України. Спасіло. Так, щоб приїхали в гості. Ні, ну, з однієї сторони, спасіба, мене дуже гуманно приймали. Без єдіної царапіни. Мені на СІЗО колись питали, хто тебе приймав, кажу, Альфа, каже, ти дуже цілий. А мене реально не тронув ніхто. Ну, якщо ти не чиниш спротиву, так, а за чим? Шість автоматчиків і один я, 50 кілограмів весу. Ну, я теж так думаю, що нема сенсу. Ні, я дякую за роботу, за те, що вони постійно проводять цю роботу. Я з цим повністю зглася. Особливо останніх, от, кілька років, прям результати дуже чудові. Так. Сподіваюсь, що вони будуть такі надалі. Ні, я даже скажу так, краще, щоб не результати були, а щоб народу дошло до голови, що такого діляти не треба. А це вже наша задача. Так. Ну, у них теж є інформаційна служба, і це задача і всіх журналістів, блогерів, взагалі всіх, щоб донести, що, ну, не можна такого робити, тому що багато хто фотки, ну, я думаю, що вже до всіх дійшло, що фотки не треба скидати і там коригувати вогонь. Як ППО роботи, і всіх. Так, і як працює ППО. Ну, я вже, ну, я вже сподіваюсь, що вже не лишилося просто цих, повністю даунів, які ще цього не зрозуміли. Але є інша сторона, є речі більш важкі для розуміння. Так, саме пропаганда. Коли люди настільки невзлюбили або зненавиділи українську владу, що вони починають писати про це в соцмережах так, наче вже і не Росія винна у всьому, а ми самі винні. Це називається глорифікація. Це так само, як ми винуваті в тому, що... І це також термін покарання. Дагестанці євреїв унічтажають, і Русські вже теж писали, що це слід України і НАТО. Ні, ну, це з їхнього боку. Я кажу про людей з нашого боку, які починають цій пропаганді підспівувати, самі не розуміючи, що вони ровні. Так, аж... Добре, я тобі дякую. Дякую вам теж. Було приємно познайомитись. Давай. Знімайте. Все, коли можна буде подивитися. Та скоро подивишся. Все, спасибо, підпочення. Давай. Ну, що тут скажеш? А я на вахте стояв. На вахте? Да. А що на вахте робили? Ну, ждав, пока придуть. Показывай? Ну, да. А на днююю писали? Писал, відказываюсь. От обміну? Да. А чого так? Ну, потому що я громадянин України. Потому і відказываюсь. Я дуже щасливий, що ви громадянин України. Ну, це так я, зрозуміло. Мене звати Володимир. Доброго дня. Я журналіст. Угу. От ми якраз і спілкуємось з громадянами України і не з громадянами України стосовно того, що вони вчинили. І стосовно обмінів. Угу. Зазвичай. Ну, щоб показати їх, да, щоб їх забрали. Але ваш випадок, він виключний, тому що ви на обмін не хочете. Так. А про історію про свою розкажете мені? А що вам розказати? Ну, стисло. Ні, тут все просто насправді. Якщо ваша історія повчальна. Так. Повчальна? Так. Ну, щоб більші послухали і так не робили. Так не будемо. Можемо? Звісно. Ви даєте добровільну згоду на записи публікації цього відео? Ну, а публікувати куди може? В ютубчик. До себе на канал. У мене невеличкий канал, скромний. Думаю, можна. Можна. Прізвище, ім'я по-батькові, дата народження. Тарасюк Олексій Вікторович. 19.02.1999 року. 99. Так, а звідки? З користем. З користем. Так. І, власне, за що вас засудили? За державну зраду. Державну зраду? Так. Одна стаття? Одна стаття. До цього раніше був міг судимий. Що не случайно? Що не хоче? У нас нічого немає. Ну, хорош. Просто віддається в мікрофон. Ладно, я думаю, буде чутно. Державна зрада. А в чому полягає державна зрада ваша? Державна зрада – це умисно вскоєння. Я не питаю формулювання статті. Я питаю, в чому ваша державна зрада полягається? Державна зрада в тому, що я на підпитку сфотографував залізничний міст. На підпитку? Так. Ну, і куди ви відправили цю фотографію? Ну, взагалі я цю фотографію нікому не відправляв. Але написали, що скинув ВКонтакті. Тобто, ніяких доказів цьому не було. Так ви скидали ВКонтакті, чи не скидали? Не скидав. Була в телефоні, так, одна фотографія, не відправляю. Але я її нікому не відправляв. Не відправляв. А за що вас затримали? Ну, от я колись сфотографував цей міст. Потім по ньому пішов. І там вже тероборона мене затримувала. Перевірили телефон. Найшли фотографію саму. І переписку з росіянами ВКонтакті. А, так вона була? Ну, переписка, так, була. А стосовно чого? Ну, стосовно того завдання, яке вони мені дали. Тобто, сфотографувати залізничний міст. Пообіцяли ви нагороду, але я їм нічого не відправляв. Ну, це замах на злочин називається, знаєте? Ага. Тобто, ви планували, готувалися, але не вчинили. Скільки років дали? П'ять. П'ять? Скільки ви вже тут? Взагалі ув'язані, скільки? А, півтора року. Півтора року. Трохи більше. Ну, я думаю, що може навіть потрапити під УДО. А скільки вони вам обіцяли за цю фору? Обіцяли 20 тисяч рублів. 20 тисяч рублів – це скільки на українські гроші? Ні, рублів. Ну, тут рублів, ну, скільки це на українські гроші? Десь от 8 до 10 тисяч. Від 8 до 10 тисяч. Це, мабуть, на той момент було. В рублів він впав. Як він у них називається? Так, від 8 тисяч. Ну, це багато. Зазвичай вони так не обіцяють. УДО були сьогодні 700-800 гривень за фотку, щось там скидали, тисячу. А вам за одну фотку залізничного мосту. А де залізничний мост? В місті Корост. В самому Корості? Так. Скажіть, знаєте, що? Ну, а що ви взагалі з ними переписувалися? Не знаю. Навіщо? Ну, погодьтесь, історія виглядає тупувато трошки. Так. Перше, що ви переписувалися. По-друге, що ви на підпитку пішли на очах у тероборони фоткати міст. І вас тут же затримали. Ні, я розумію, що таке могло бути. Так. І я вам, в принципі, вірю, що так воно і було. Але саме головне цікаве, от згадайте просто, спробуйте згадати, навіщо ви з ними почали переписуватись? Та, чесно, відповісти, я не знаю, навіщо я з ними переписувався. Це було до повномасштабного вторгнення, початок переписки? Так. До. А затримувало вас вже після? Так. Як ви відреагували на повномасштабне вторгнення? Ну, дуже негативно. На те, що вони в... Почали обстріли. Ну, так, почали обстрілювати. О. Ви їм про це написали в «Контакті»? Так. Так? Вже, ну, я їм писав, що навіщо вони таке робили. Ну, таке, з ненависто до них ставився і повівся на... А вам запропонували фотку моста зробити вже після повномасштабного вторгнення? Ну, 26 лютого вже. Вже 26 лютого? Ну, то як це виглядає? Ви починаєте з ним... Ну, я розумію, ви, мабуть, що давно користуєтесь «ВКонтакті». Так. Це ваша основна соцмережа, можливо? Ну, була, да. Була. Ну, от. Не дарма її заборонили, мені здається. Ви продовжили ще після заборони. Ну, так. У вас була проросійська позиція? Проросійську її не було. Чисто зайти, послухати музику. Ну, з України там теж були люди. Пообщатися. Але так, що... Та ні, вони і досі там чомусь є. Ну. Не знаю, що їх там так приваблює. Що їх там тримає. Так. Ну, музика, мабуть. Мабуть. Послухати, я не знаю. YouTube Music. Також. Можна в YouTube робити рекламу YouTube? Підписку оформити. Так. YouTube Music. Там все є. Безкоштовно. Ні, ну, якщо хочете без реклами, то трохи коштовно. Ну, таке. За то VPN не треба. Не треба. Я в шокі, звичайно. Ладно. Коротше, ви давній користувач ВК. І сиділи, сиділи, сиділи. І вам починали... А чому вони вам ще почали писати? Що вам вони почали писати? Ну, почали писати, щоб скинув, типа, фотографію об'єкта. Ну, любого. Критичну інфраструктуру. Ні, 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 ще до цього. Ще до 26 лютого. До 26 лютого. Так. Ви ж кажете, у вас була переписка ще до повномасштабного. Ну, так. Там ми ні о чому такому не спілкувалися. Ігри, фільми, музика. Ага. Все. Потім, 24. Ви їм починаєте писати, що ви мразі. Так. А вони вам скіль мені фотку? Ну, так. Ми почали з ними... Сваритись почали? Так. Почали з ними ругатись. Ага. І таке. І вони вам в результаті цієї ругані пишуть, скіль нам фотку, ми тобі бабла перейшли. Так? Я наче за вас придумую зараз. Ну, так. Незручно. Так і було. Ні, ну, реально. Так. І що? Ви оце поругались, поругались, думали, але ж, бляха, десятка гривень, це нормальна історія, так? Так подумали? І потім підпили. Ага. І дати подумати, зроблю фотку. Як ви можете охарактеризувати свої дії? Дуже дурні дії. Бо це, ну, не коштувало того. Абсолютно не коштувало. Щоб на таке пойти. Абсолютно не коштувало. Ну, вже півтора року я про це жалюю. Я думаю. Я думаю. Ні, ну, не варто вас питати, чи повторили б ви цю спробу. Ні. Бо я думаю, що... Не дай Боже. А чого ви зразу написали на обмін? Чого ви є в цьому списку, що на обмін? Чому я є? Так, ну, ви ж так просто б не попали. Ви писали, мабуть. Ні, я відмовляю. А, ну, значить помилка просто. Нічого страшного. Ви не бійтесь. Ніхто вас на обмін не віддасть. Без вашого обмін. Родина є? До них, звісно. Хто? Мама, папа, сестра. Мама, папа, сестра. Чекають? Звісно. Ну, передайте їм привіт, чи що. Передам. Ну, ви хоча б розкаялись і все зрозуміли. Звісно. Так. Реально? Так. Хочете щось від себе ще? Може, додати, розповісти? Є якісь нюанси? Ні. Ні? Ну, не фоткайте по п'яні масти. Особливо, якщо у вас до цього була переписка в контакті з росіянами, які вам пропонували за це гроші. Так? Так. Погана може бути історія. Але я думаю, все буде нормально. Якщо ви зрозуміли, я думаю, що все буде нормально. Все життя попереду. Скільки років вам повнило? 24. Все буде нормально. Все? Все. Гарда. Бажаю здоров'я. Дякую. 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 Продолжение следует...